Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наши беседы на политические темы в рамках Новосибирского отделения Изборского клуба. В нас в гостях Дмитрий Чекмарев, наш постоянный участник наших бесед, сотрудник МВД, человек, который в курсе интересных проблем. И мы решили сегодня поговорить на такую прозвучавшую недавно тему, которая всколыхнула, так сказать, интернет-сообщество и вообще общество наше очередной раз. Значит, она, на первый взгляд, кажется, вроде и кому-то не важна, но вот зная, Дмитрий знает не понаслышке, а профессионально касаясь этих вопросов Кавказа, этот вопрос очень идеологически интересен и важен. Это, конечно, заявление Рамзана Ахматовича Кадырова по поводу того, что он проклинает во веки веков товарища Сталина. И вот на эту тему мы хотели с Дмитрием поговорить. Пожалуйста, Дмитрий. Ну, что хотелось бы сказать. Прежде всего, что, хотя 10 января прокатилась эта информация, на самом деле это далеко не новость. Эта фраза, она была произнесена почти год назад, 23 февраля 16-го года, в День памяти и скорби Чеченской Республики этот день, когда очередная годовщина депортации жителей Чечено-Ингурской Республики на тот момент, ну и балкарцев, карачаевцев, ряд других народов пострадали от массовой депортации. И в этот день в социальных сетях и появилась эта фраза, которая полностью звучит не только о Иосифе Сергеевича Сталине, но и о Лаврентии Павловиче Берии, что проклинает их. Говорится о человеческих жертвах, которые были в период депортации. Рамзан Ахмадович цифру называет, 54 процента пострадало. Ну, насколько достоверно сейчас, трудно судить. В этом действительно нужно еще разбираться. Статистика, какая была человеческих потерь. Я потом скажу, если могу сейчас. Конечно, можно досчитать, даже нужно. Я просто хочу обратить внимание, есть исследование молодого, но довольно авторитетного историка Игоря Пыхалова, значит, он так называется, за что Сталин депортировал народу, по-моему, так. Ну, и там он эти цифры приводит, потому что, естественно, цифры, конечно, со всех сторон гуляют. Естественно, со стороны Кавказцев, они, конечно, сильно завышены, очень сильно. И вот там есть статистические, очень такие жестко холодные исследования, очень подробные. Игорь Пыхалов. Ну, вот, прежде всего, что хотел сказать. Вот эти слова, которые, почему они сейчас такой резонанс, создали интерес к ним, всплеск произошел. Можно предполагать разные, в том числе и конспирологические версии, насчет того, что в эти дни как раз шла операция, да, специально шли оперативно-розыскные мероприятия, которые завершились задержанием участников разветвленной сети банк под поле. Четверо боевиков ликвидированы, понесли потери сотрудники правительных органов и военнослужащие. Тем не менее, завершена была буквально в последние дни. В целом, успешно. Может быть, с этим связано, что выброс такой информационный произошел. Но нужно понимать, что эти слова, это не слова госслужащего, да, руководителя субъекта федерации региона, немаловажного для всей страны и региона. А это слова, как сказать, эмоциональная оценка, человеческая, потому что оценка событий 23 февраля 44 года, она дана и правовая, и политическая. В 56-м году на 20-м свезде все, что касается деятельности Сталина на посту руководителя государства репортии, все прозвучало, да. В январе 57-го года начался процесс возвращения людей в места прежнего жительства на Кавказ. Этот процесс затянулся на годы, и до сих пор я вот знаю хорошо людей, которые, как родившись с депортацией, там, в сороковых годах в конце, они до сих пор еще в Киргизии или в Казахстане проживают, не вернулись еще на родину. То есть процесс ушел и идет. В 91-м году, 26-го апреля, по-моему, был принят закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов. То есть оценка государством, обществом, она дана. Единственное, что, конечно, механизм реализации того же закона, он далеко не совершением, и он не только решал какие-то проблемы, он их еще и создавал. До сих пор дают отклики о себе знать этот закон и последствия его принятия и попыток реализации. Закон реабилитации? Да, да. Можно маленько? Конечно, важно. Здесь отметить, что вообще-то 20-й съезд не котируется в нашем обществе, как такой, ну, авторитетный источник. Но надо отметить, что на 20-м съезде ведь прозвучал не только секретный долг от Хрущева. Там действительно были вот в материалах этого, легального материалах этого съезда, незакрытых, там действительно были даны вот эти вот правовые оценки вот именно реабилитации народов. И к ним можно, наверное, относиться более серьезно, чем к остальным там. И процесс возвращения часа в 57-м году, с начала года, люди получили разрешение официально. Вот эти материалы с докладом Хрущева тут сравнивать не надо. Там была дана правовая нормальная оценка. Ну, а в дальнейшем вот 91-й год, это уже закон РСФСР, закон. Потом были постановления правительства. Но, может быть, не совсем тщательно проработана реализация, она создала еще новые проблемы этого закона. То есть нужный закон, необходимый закон. Но, например, формально трактовать закон, что часть территории Северной Осетии, Республика Северной Осетии, Алания, это часть территории, это бывшая Чечено-Ингурская автономная республика, и где проживали компактно ингуши. Конфликт начала 90-х, Ингурско-Осетинский, кровавый конфликт межнациональный, последствия сказываются до сих пор, о чем я и сказал. Он связан именно с тем, что Ингурское население решило, что все эти районы в соответствии с законом должны быть возвращены. Естественно, там уже выросли поколения других людей, не ингушей. Возник конфликт, который привел к многочисленным жертвам, который до сих пор дает о себе знать и долго будет еще о себе давать знать. Потому что есть семьи, из той и с другой стороны, где пропали без вести, где погибли люди. Все это поименно известно и все это живо и сказывается на отношениях межнациональных, на обстановке в регионе. И я хочу говорить о человеческом измерении этой проблемы. Как сказал руководитель региона, глава Чечни Рамзан Нахмадович Кадыров, он, видимо, не мог по-другому сказать. Потому что в обществе, в семьях, среди людей эта боль еще жива, эта рана еще не зажила. То есть все поименно знают, у кого, кто из родственников и как погиб в ходе депортации. Некоторые семьи многодетные, допустим, потеряли из 6-80 детей, 2-3 ребенка могло погибнуть в ходе депортации и в процессе адаптации на новом месте. Когда это новое место, оно могло быть очень разным. Могло быть просто промерзшей голой степи, где никаких условий могло не быть. То есть все это очень живо, очень ярко. И к этому относиться нужно осторожно. Поэтому сказать что-то другое в день памяти и скорби вряд ли мог себе позволить. И он так чувствует, он говорит искренне. И так многие среди тех народов, которые подверглись депортации, они до сих пор так воспринимают. Говорил как глава своего народа. Действительно, правильно отметили, что тут надо рассмотреть не только, что он глава федерации и так далее. Во-первых, глава своего народа и он так себя позиционирует, по крайней мере, и по-другому видимо сказать не мог. Вот здесь такая еще психология этого момента. Обратите внимание, Кадыров не просто так ничего не делает. Действительно, помните, когда он открывал памятник этим женщинам, которые погибли в ходе еще Кавказской войны, убив несколько русских солдат. По легенде опять же. Местное предание есть. Как только открывается на Кавказе памятник Ермолову, тут же они открывают памятник вот этим девушкам. Ну, как бы, действует в ответ, честно говоря. И, ну, я тоже вот как бы не понимаю, ну, Ермолов, да, очень авторитетная фигура в русской истории, ну, откройте вы ему памятник, в конце концов, на Бородинском поле или где-нибудь еще, где он был действительно героическим генералом, внешим огромный вклад, там, будучи начальником Генштаба, там, при Бородина, долгая история. Ну, вот так вот открыто, когда все раны еще вот такие вот кровоточат, и взять, и вот открыть памятник Ермолову, который вот как раз в начале 19 века, будучи там губернатором или кем-то, ну, генерал-губернатором этого региона, ну, делал такие интересные вещи, которые в памяти народов Северного Кавказа отдаются до сих пор. Значит, ну, как бы не надо такими было вещами заниматься, и когда кровоточат такие раны, вот ставить памятник Ермолу. Ну, это мое мнение такое. У меня тоже мнение такое, что в Северокавказском регионе памятник Ермолову, ну, если они где-то и уместны, то, может быть, Ставропольский край, либо Северная Осетия, но те регионы, которые воспринимали как колониальную войну со стороны России, их понять можно и нужно, потому что жестокость, которая имела место быть со стороны Ермолова, его подчиненных, она имела место. Имела место жестокость, связанная с уничтожением целых населенных пунктов, аулов, да, опустошались от мала до велика. Это объективная историческая реальность, то есть и ее нужно так воспринимать, что да, такое имело место. Имело место и много других не менее кровавых историй с другой стороны, но нужно отдавать себе отчет, что нельзя считать действительно героических царских генералов, офицеров, да, считать их только белыми какими-то и пушистыми, когда они оказались вот в ситуации войны на покорение населения, связанного вплоть до полного уничтожения. Так и было. Он действовал как в рамках военного генерала, так же как в условиях войны он действует, так он действовал и там. Надо прочитать его записки и посмотреть просто он жестко, четко. Есть документы, доклады об уничтожении стальки-то голов скота, сожжены такие-то аулы, такие-то. Это конкретный факт, это история, от которой не нужно как бы прятаться, пытаться спрятать голову в песок. То есть оценивая личность Ермолова, мы просто должны осознавать, что не все в его деятельности было достойно. Отойдем от Ермолова. Так же и операция Чечевица в 1944 год. Были объективные причины для ее проведения, были условны. Эти причины, можно еще раз маленечки буквально займу, минуту три. Эти причины, они же тоже созревали не просто так, они шли еще и даже не с старских времен, даже при советской власти, там было два подавления местного населения. Не просто так тоже подавляли, это же после революции, просто после гражданской войны, в общем-то, была ситуация такая. Значит, казаков, терпских казаков оттуда выселили, потому что казаков гнали отовсюду, естественно, после гражданской войны, потому что казаки отличились очень так негативно, ну, с точки зрения советской власти. Казаков терпских оттуда выгнали, землю отдали чеченцам и нгушам, значит, и думали, что все это самое. Ну, много, конечно, было сторонников советской власти среди чеченцев и нгушам, это тоже отнимать нельзя. То есть, среди этих народов были люди, которые были близки вот к таким просоветским настроениям, но там все равно начались в основном бандитские разборки, бандитские действия, и бандитизм на Северном Кавказе достиг неимоверных размеров таких, что в 25-м году пришлось этот бандитизм просто подавлять вооруженной рукой и подавлять тоже быстро и жестоко. Это, конечно, в памяти этих людей осталось колоссально. Ведь не надо думать, что прям все так были благодарны. Ну да, пришли их утихомирили с помощью пулеметов и пушек, ну, даже такое было. Значит, в основном-то оставивался ультиматум. Окружает население, было очень быстро эта операция. Населенные пункты окружаются, ультиматум, или вы выдаёте всех там зачинщиков и оружие, и всё, или вас накрывают. Ну, несколько не подчинились, их накрывают. Значит, после этого быстро, значит, разоружили Кавказ. Но к 37-м году опять Кавказ вооружился, опять начались там, опять там начались такие негативные действия. Надо понимать, что к войне, к войне вот эти регионы подошли отнюдь не умиротворённые, отнюдь не благодетельно так смотрящие на советскую власть, и отнюдь не любящие вот русских людей, как своих братьев. Вот это надо понимать, это вот так вот подошло. Хотя среди этих народов всё-таки были сторонники советской власти. Были, конечно. И общество было местное тоже расколото. Расколото, да. И вот этот момент очень важен. Не было монолитным, монолитным, сплочённым, либо против, либо база. Не было. Да. Давая оценку происшедшего в 44-м году, надо это понимать. Да, действительно много было людей, которые и дезертировали, и переходили, и укрывали там фашистских разведчиков, диверсантов там и так далее. И в том числе и наносили конкретные удары в тыл наших войск. Были такие люди. И очень большой процент. Очень большой. Но были ли люди, которые честно воевали на стороне Советской Армии. Вот этот момент меня, вот лично меня в этой истории возмущает, знаете, что то, что вот этот акт произошёл как акт возмездия. То есть битва на Кавказе заканчивается в октябре 43-го года. То есть немцев оттуда вышвыривают и вышвыривают навсегда. И казалось бы, ну да, ну были предатели. Ну уведите работу какую-то. В 44-м году в феврале происходит акт возмездия и выселяется поголовный ряд народов. Да, и выселяется поголовный ряд народов. Понимаете, это был акт возмездия. То есть мездия. Постфактум уже, да. Это не было необходимостью оперативной обстановки при фронтовой полосы. То есть, что понять можно было бы, да? Нет, ну может быть и было. Потому что отвлечение сил на утихомиривание это колоссальное во время войны. Это понятно. Но всё-таки понимая стратегическое значение вот взаимосвязи народов и понимая, что всё-таки есть люди, которые честно воюют на стороне советской власти и готовы переходить, и начинают понимать, что всё-таки советская власть это более лучший вариант для вот этих народов. Это вот это надо было развивать. Нет, вместо этого взяли и собрали всех. Отправили жестоких. Что не поддаётся, да, вот как бы логическому объяснению и, соответственно, оправданию. Да, в документах есть вся необходимость военная тех шагов, которые неизбежны были не только у нас. Также, допустим, американцы в своё время поступили с американцами японского происхождения. Но когда военная необходимость миновала, соответственно, не в январе 1957 года, но меры по возвращению людей, по какой-то компенсации тех, кто пострадал там, может быть, как-то и несправедливо, да, в ходе всего этого, они должны были бы приниматься. Этого оперативно сделано не было. Это создало проблемы на будущее, то есть в отношениях между людьми. Вот до сих пор можно в разговоре на эти темы, больные темы. Я в прошлом году, как раз, когда Рамзан Ахмадович это в социальных сетях написал, я был на Кавказе. Нельзя сказать, что на этом там кто-то спекулирует. Нет. Но эту дату помнят, знают, о чём она, её там все очень хорошо осознают, о чём мне речь. 21 февраля 1944 года. До сих пор поколение более старшее, даже образованное, ещё сформировавшее в советское время, они говорят, ну почему так масштабно, массово не поступили по отношению, например, к казакам, тем же казакам, к которым отношения сложны на Кавказе. Казачество Донское. Массово, тысячами вступали в ряды вермахта, да, потом Руа, так сказать, они в эсэсовской части формировались, казачьи, кавалерийские части, затем Руа Власова. То есть масштаб перехода на сторону противника казаков был просто несопоставимым ни с чем. То есть массово. Понятно. И я это объясняю, как я это понимаю, может быть это субъективно, мы человеческими, что на момент начала Великой Отечественной война гражданская была ещё не закончена. Это люди, которых потом следователи допрашивают, многие были включены, к ответственности, длительные сроки, кто-то расстрелял, кто запачкался кровью в военных преступлениях, почему-то оказался в казачьих частях того же Власова. А меня спрашивают, пришли, где отец, расстреляли большевики, а дед расстреляли в ходе через казачивание. А что ты сидишь тогда? То есть вот говоря о нашей Ростовской области, о России нынешней тогда Соединенной. И казак идёт, вступает в ряды, соответственно, воевает за Гитлера. То есть это имело массовый характер. Это просто ещё отголоски войны гражданской. То есть люди, которые остались себя ощущая той стороной, которая воевала против советской власти. Таких было не так мало на самом деле. Дмитрий, вот эти исторические вопросы, в принципе, мы, в общем-то, наверное, близко так немножко. Об этом можно говорить очень долго. Интересно нынешнее психологическое состояние общество. Я переписываюсь со многими чеченцами, в том числе и Ингушами. В Фейсбуке общаемся. И вижу, насколько непросто всё-таки отношение не даёт возможности. Сегодня успокаивается и думает, что всё очень хорошо. К сожалению, нет. Вы касаетесь этого постоянно и профессионально. Вы в командировке туда ездите. Расскажите, как? Остановка психологическая реальна? Я занимаюсь, стараюсь в большей степени уделять этому даже отпуска и больше вне рамок службы. Потому что последние годы не входит непосредственно на обязанности работы. Я просто сохраняю дружеские отношения. Там живу, учился. Друзья, родственники живут, общаемся. То есть я за последние, может быть, лет пять, на шесть. Не было ни одного года, чтобы я не был. Я бываю в Ингушеке больше. Сейчас Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Если говорить о климате морально-психологическом, об отношениях людей, за более старшие поколения я бы не волновался. То есть там, где уже, как фразу приписывают чаще, кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, кто с возрастом не стал консерватором, у того нет ума. То есть те, кто стали консерватором, я был бы за них спокойным. От поколения тех, кто заканчивает школу и на рубеже там двадцати лет, я бы не был так спокойным. Они подвергаются обработке в том же интернете, по больным каким-то точкам умело бьют. А что кроме прошлого хватает оснований в окружающей наследственнице, когда они видят, что в плане социальной справедливости, каких-то социальных лифтов для молодежи не так все хорошо. Нет у тебя влиятельных родственников, можешь особо не рассчитывать на хорошую работу. Но они понимают, что ситуация во всей стране такая? Понимают, естественно понимают, но не значит, что их обвиняют, как бы их подталкивают к тому, чтобы обвинять, что виновата Москва или русские. Нет, бьют на другое. Это связано с тем, что отошли от каких-то канонов какой-то правильной веры, правильной веры. То есть у вас есть ислам, есть мечеть, пожалуйста, никто не мешает исповедовать, приходи, все. Но из-под воль пытается, потому что вот эти чиновники, которые ходят в эту меч, они на самом деле непорядочные, нечестные, там кумовство, там коррупция, потому что тот же ислам здесь не совсем правильный, а правильный там, где люди как бы сейчас можем в новостях каждый выпуск увидеть, там, где люди сражаются, так сказать, за настоящий ислам, где справедливость, где не только отрезают голову людям в оранжевых комбинезонах, где за один раз руководство Вилаята провинции, да, террористической организации ИГИЛ, берут больше ста человек, чиновников назначенных, которые тут же по старой памяти погрязли, так сказать, в коморстве и коррупции, раз, их тут же казнили. Вот, типа, пример справедливости. Вот пример… Чтобы нас не обвинили в пропаганде ИГИЛа, отмечаем, что ИГИЛ – организация запрещенная отечественной России. Просто выбирают всегда для вербовки вот эти моменты, что недостаток справедливости, каких-то возможностей, его выворачивают так, что… потому что отступили от истинной веры. А те, кто не отступил, там, справедливость, там, будущее… Да, то есть молодежь ведется на эти вещи, и, как бы, для них упрощенная эта схема, и на них воздействует очень… Хотя я вижу и среди людей пожилого возраста такие настроения очень критические и очень… Там, понимаете, дело в чем? Дело в том, что вот эти вот… Ну, можно назвать это провинциальные окраины России, скажем так, уже… ну, даже на настоящий момент это так… окраины, да? И вот на этих национальных провинциальных окраинах возникают моменты такие, которые, ну, перерастают в какие-то глобальные формулировки. Я про что? Я про то, что там раздувают из… даже из исторических проблем раздувают большие-большие невероятные различные ложные факты. Вот, вот это… И этим фактам как-то не дается оценка корректная и правильная. Вот элементарный пример там какой-то… Постоянно приводят, постоянно вот во время депортации там 23-24 февраля там собрали там 700 человек и сожгли в каком-то клубе, в какой-то отдаленной деревне. Нужно в этом четко раздувать. Было ли это вообще? Да, это вопрос. Это вопрос… А это постоянно у всех там… У друг друга перепощают. Все это обрастает какими-то подробностями. Я говорю, ребята, ну, у вас высоко… Дальнее село, какой там клуб, в который можно собрать 700 человек, это поджечь. Понимаете? Какой там может быть клуб, злоба идет. Ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь. Ребята, ну, надо понимать еще структуру НКВД. Ну, чтобы вот такие вещи происходили, за такие вещи просто это не могло остаться незамеченным. Естественно, естественно. Поэтому надо корректно разбираться, что же на самом деле там произошло действительно. И корректно, нормально людям объяснить, чтобы это вот в эти вот… как шар снеговой, вот так вот по накатанной, не обрастал вот такими подробностями ненормальными и не разогревал вот эти вот ненавистнические настроения. Вот это один из примеров. И вы постоянно, вот говорите, приводят там 50 тысяч там… Ну, там 54 процента, что в потере составит население. Это может быть завышенная оценка. Есть очень точная цифра, которую Пыхалов приводит, исходя из статистических отчетов, которые происходили в системе НКВД. Там за неправильный отчет могли просто… ну, извините меня, человек, который ввел неправильную отчетность, вот он столько человек посадил, столько привез в вагоне и неправильно отчитался, его просто могли обвинить в том, что он помог сбежать, в конце концов. Поэтому отчетность была правильной. Там всего там, ну, очень, конечно, цифра большая, конечно, тысяча с чем-то человек, я не помню, именно погибло при перевозке тех людей. Да, при перевозке, но больше проблем ожидали на новом голом месте, как говорится. Это другой вопрос. И при этом тоже за ними следили структуры НКВД, которых была отчетность, за ними очень сильно следили и пытались как-то их направить на какое-то. И действительно, во время целины там и так далее, но чеченцы и ингуши, они все-таки включились в процесс-то, когда они начали работать, они начали работать в сельском хозяйстве и до сих пор многие там остались. Многие, но уже не на тысячу. Когда, кстати, они пришли и вернулись, посмотрите, сегодня в Чечне и в Душете они же по поводу сельского хозяйства, они же начинают процветать, то есть они там занимаются этими вещами. А я отмечу, что до войны таких вещей не было, они занимались другими вещами, скотоводство и другие вещи. На момент, когда России пришлось вступить в войну на Кавказе, что требовалось оказать помощь таким регионам, да, Российской империи, как Грузия, Армения, вот этот Северный Кавказ непокоренный, непокоренный, он оставался в тылу как бы проблемой. Когда вступили в войну, там был просто, где сейчас, города, дороги и сельскохозяйственные районы, там было все заросшее лесом, просто это была горно-лесистая местность, то есть непроходимый лес, то есть когда… Потом во времена советской власти инфраструктуру там создали полностью, потом во время этих чеченских войн в наше время это все порушили практически, теперь восстановили, слава Богу, и дай Бог этому народу жить мирно, существовать. Ну, вот такая проблема, она есть, и от нее нельзя, ее надо корректно и правильно решать, правильно и честно. Этому должно уделяться внимание, у нас как бы интеллигенция, научная, творческая, чем угодно занимается, но при возможностях информационных сегодняшних можно действительно разобраться, что было на самом деле. Если есть необходимость, есть основания, то могут быть в рамках, как говорится, уголовных дел, документов, все есть, какие-то эксцессы были в процессе вот этих делах, были неизбежны, и было потом решение о лишении государственных наград ряда руководителей, которые получили… Около 50 тысяч человек погибло за сопротивление, вот это вот еще намного больше. Были потери среди местного населения тех, кто активно и вооруженное сопротивление, то есть это не было гладким каким-то процессом, болезненное, трагическое событие. Намного больше, чем при перевозке, допустим, населения. Хотя вот это вот обрастает различные… В этом нужно деликатно, тщательно разбираться, то есть с учетом всех особенностей, чтобы действительно не разжигать какие-то настроения, а спокойно, поименно во всем разбираться. Есть ли в наше время все-таки такое понимание вот среди населения того, что надо все-таки строить мир? Вот, как я и сказал, повторюсь, что старшие параллельные, даже критически настроенные, они четко понимают, что между их критическим настроем и тем романтизмом, что сейчас мы весь мир насилия разрушен до основания, а затем большая дистанция. А у молодежи не всегда эта дистанция есть в сознании, что они переходят к каким-то поступкам неоднозначным, а порой и однозначно негативным, как взять москвичку Веру караулу. Казалось бы, да, благополучная семья, образованные и обеспеченные люди. Нет, она попадает под влияние, она рвется вступить в ряды террористической организации, чтобы заниматься именно той деятельностью. То есть эта психологическая обработка ведется и сказать, что ей квалифицировано, осуществляется противодействие на все сто процентов нельзя. То есть в том же интернете достаточно, может быть это и блокируется, меры принимаются, но не так быстро, не так оперативно, не так жестко, как хотелось бы, чтобы меньше было вот этих молодых людей, которые попадают под влияние. Они попадают. Может быть надо активнее стучаться все-таки в старшее поколение, чтобы они-то где-где на Кавказе влияние-то имеют на молодежь. Имеют. Имеют, конечно, но вот этот же тоже фактор, который традиционное патерналистское общество, да, где старшие имеют безусловный моральный авторитет и возможность диктовать свою волю, она тоже в какой-то степени тяготит молодежь, и она понимает, что до признания его человеком состоявшимся, заслуженным пройдут годы и годы. А вот если он, да, допустим, если он с его точки зрения себя проявит где-то, он вдруг в одночасье становится, как он начинает думать, героем, да, то есть он сразу же, то есть перешагивает вот эти все рубежи, это тоже не всегда срабатывает. Да, есть влияние старших, но из-под него выдергивают, выкруживают как-то, вымывают те, кто над этим работает, то есть они выводят их из-под, что да, то есть при всем уважении к старшим, но старшие могут заблуждаться, старшие могут ошибаться. Как молодые думают. Да, а мы вам сейчас сразу даем готовые ответы, простые ответы на сложные вопросы, даем рецепты, то есть вот это вот с этим трудно, потому что бывая на Кавказе, видишь, насколько там все ограничено масштабно, то есть там действительно мало работы, мало возможности себя проявить. Вот больше нужно, не знаю, может быть опыт китайцев в этом даже мог бы помочь, они ведь со своими проблемными регионами работают по-разному, не только с жесткими какими-то мерами, о которых все знают, да. Ну и когда, допустим, житель Тибета, да, очень проблемный ребенок, молодой, захотел бы учиться в Шанхае в университете или работать где-нибудь в Пекине, там или в Шэньчжэне, еще где-то государство это всячески поддерживает, то есть ему сразу же определенные льготы, референции, чтобы создать заинтересованность, чтобы он рос, где-то не замыкаясь в рамках общины, а чтобы он, как гражданин огромной державы, да, он себя чувствовал там, что у него есть возможность учиться, расти, делать карьеру. Вот это не всегда ощущение есть, вот взять выпускников в школу, да, одиннадцатый класс заканчивает, и они видят, что особо-то им, ну, прямо негде, то есть там… Согласен, то есть вы говорите про то, что нужно более активно инкорпорировать… Вовлекать людей… Нормально активную молодежь в нормальную активную жизнь, общую жизнь страны, скажем так. Но тут, в общем-то, люди со стороны, как бы, русских людей, русского населения, ну, скажем, образно скажут, мы видим, как они инкорпорируются в наше население, то есть они приезжают и начинаются эти свистопляски с выстрелами, с лизгинками и так далее. Потому что… Скажут вам это? Естественно, скажут, потому что это не та интеграция, которой идет речь. Может быть, покажется это крайностью, чем-то директивным таким, да, планом, когда в советское время люди ехали, да, там были нематериальные такие стимулы, как там идейные, что он красомолец, он едет строить объекты, там, Байкало-Амурской магистрали, да, либо там Братскую гость, либо что-то еще… Кстати, среди чеченцев и дагестанцев много замечательных строителей, я как профессиональный строитель это говорю, я сталкивался с этим… Над этим работали-то вдумчиво, а если он просто приехал якобы учиться, на самом деле оказывается вне контроля своих старших товарищей, да, в семье, и он начинает сочувствовать вседозволенность и безнаказанность окружающего. Вот это не та интеграция… Не та интеграция. Да, нужна та, чтобы вот он видел перед собой цель, он мог ее добиваться, это было престижно… И видел результаты своего созидания, в общем-то, на это оно было направлено в советское воспитание в правильном городе. Потому что то, что могут лезгинку на улице, это совсем другое дело, потому что, когда он приезжает и понимает, что кроме как болтаться, так сказать, и тратить деньги родственников, он ничем не озабочен, это совсем не то, конечно. Здесь нужно более целенаправленно… Вот такой интересный пример, что армия воспринимается как социальный лифт даже. Призваться на службу уже стоит давно, не первый год уже, стоит денег. То есть нужно… Там, в Сокавказе? Да. Нужно заплатить военком, тогда тебя призовут в армию, в армию под призыву, да, на служебную службу. Потому что тогда он вырывается, у него появляются перспективы, он после армии может пойти служить по контракту, может пойти служить где-то в органы внутренних дел, может еще что-то… То есть вот этот малейший лифт социальный, он воспринимается что-то. То он положительно уже воспринимается. Да, что это возможность для карьеры, возможность для роста. А когда просто приезжает, что вот есть родственники, вот есть деньги, вот ты будешь числиться от сессии до сессии и болтаться, это другое дело. То есть это будет негатив и в конечном счете растет криминалом, то есть начнут складываться какие-то не те отношения вокруг приезжих. То есть они должны иметь какую-то серьезную подоплеку, может быть даже государственную, что это должно… Конечно, это государственная задача. Не зря, я о Китае сказал, не зря, там этим занимается государство. Конечно. Если просто тибетцев вывести, создать диаспору, то просто будет у нас, как говорится, аналог какой-то негативно настроенных людей, сообщества. А когда он приезжает, он понимает, что по окончанию университета у него есть вот такие и такие перспективы. И ему нужно в это колее, в этом двигаться направлении, он будет это соблюдать. А они над этим работают целенаправленно, потому что это будущее. Если в стране не будет вот такого толчка для развития, где начнутся новые стройки, новое развитие регионов, то вот такого лифта для продвижения… Его не будет чисто технических вещей. Да, в принципе, его не будет. Поэтому это большая экономическая проблема нашего общества. Вот к этому все, вот к этому все приходит. То есть мы топчемся на месте и, соответственно, вот эти все социальные нарастающие конфликты, не закрытые конфликты, скажем так, не нарастающие, они не закрыты. И для них нет потенциала для их решения. Как хотелось бы, не совсем позитивно, но когда с людьми адекватными разговариваешь, когда можно там в упрек сказать, что в 90-х бросили все, отсюда уехали русские, допустим, в Северный Кавказ, из того же Дагестана. Знаете, говорит, уехали, ну не потому, что там сосед, аварец или ингуш пришел и стал тебя терроризировать. Нет, говорит, а причины были уехать потому, что закрылись заводы в том же Дагестане. В Дагестане была очень серьезная промышленность. Там даже торпеды для военно-мужсков. А когда вдруг это все останавливается, то русский человек уезжает не потому, что он русский, а потому, что он инженер и хотел бы работать инженером, а не выживать, продавая на рынке что-то. То есть он собирается и уезжает. То есть вот этот процесс шок деструктивный все 90-е годы вымывание произошло. Да, да, да. Население, которое было образованным, у него не стало приложение для их знаний. Ну, давайте подведем итог, значит, по поводу высказывания Кадырова, которое взорвало в последнее время наш интернет, которое, возможно, прозвучало намного раньше, чем сейчас взорвало. Значит, Кадыров действовал действительно в рамках того человека, каким он себя позиционирует и, по-видимому, выражая часть настроения, значительную часть настроения из своего общества. Под это дело просто не мог. И сказал то, что от него ждало его общество, которое он возглавляет. И пока его возглавляет успешно. Вот. Это не основание для спекуляций каких-то там, для очередных ярлыков, которых хватает, да, которые он и так. Нет, это фраза человека, эмоциональная оценка, человеческая оценка. Она будет звучать еще долго, потому что она еще имеет место в обществе чеченском современном. Она будет еще долго именно в таком болезненном ключе. Все, что можно сказать в двух словах. Ну, наверное, наша беседа, может быть, кому-то будет интересно и заставит о чем-то задуматься. Дай Бог, чтобы задумывались об этом люди, от которых что-то зависит. Ну, на самом деле, и те, кто задумается просто о том, что происходит с ним самим, с родными, близкими вокруг, уже хорошо. То есть не обязательно речь идет о каких-то уровнях государственной власти. Нет, просто на нашем обыденном обывательском уровне нужно чтобы многие моменты понимать осознанно, не просто так, упрощенные, с оценками полярными. Спасибо, Дмитрий. Спасибо за беседу. Спасибо вам. До свидания.